Популярные, востребованные, экстремальные, но пока не олимпийские. В субботу в Ивановском скейтпарке прошли межрегиональные соревнования сразу по четырем дисциплинам экстремального спорта. Виртуозы-любители продемонстрировали свое владение роликами, самокатами, скейтбордом и велосипедом BMX. Мероприятие проходило под общим названием «Неолимпийские игры». Название говорит само за себя. Агрессивные ролики, самокат и скейтборд не входят в олимпийский реестр. Они входят как шоу-программы, поэтому мы агитируем Москомспорт и вообще Министерство спорта, чтобы эти виды спорта вошли хотя бы как в реестр спорта. И есть шансы, что мы попадем в универсиаду хотя бы в 2014 году. Даниил приехал в Иваново из Ярославля. Со скейтбордом он не расстается уже четыре года. К тому же в Ярославле есть неплохой скейтпарк, где можно тренироваться. Молодой человек рассказывает, что выполняя сложные трюки, он преодолевает свои страхи. Это позволяет ему двигаться дальше. И не только в спорте. Когда делаешь то, что запланировал, это приносит просто невероятное удовольствие. Когда у тебя все получилось, ты доволен собой, хочется жить дальше и стремиться выше. Трюки на велосипедах BMX – зрелище невероятно красивое и захватывающее. Как и у большинства экстремалов, самые безобидные травмы в этой дисциплине – всевозможные ссадины. Артем катается на BMX уже четыре года. Это уже для нас, как своя субкультура, как смысл жизни, это экстремальные велосипеды, как все называют, Bicycle Moto Extreme. Зародилось это в 80-х и продвигается до сих пор. Интерес к экстремальным видам спорта у юных ивановцев растет, а потому будет организована специальная лагерная смена. Ребята от 14 до 18 лет два раза в неделю будут приходить в скейтпарк и брать уроки по экстремальным видам спорта. Мы уже заказали инвентарь, но мы будем их учить таким направлением, как бокинг, покинг и воркаут, то есть самые безопасные для такого возраста направления. Лагерь при Ивтексе начнет свою работу 8 августа. Те, кому понравится экстремальный спорт, продолжат занятия впоследствии самостоятельно. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.